В Санкт-Петербурге впервые выставили картины знаменитого путешественника. В Государственном русском музее открылась художественная экспозиция про теерея Фёдора Конюхова. На открытии выставки побывали наши коллеги. Над сюжетами этих картин священник-путешественник и художник Фёдор Конюхов работал в самых экстремальных условиях экспедиции. Черновые наброски, сделанные при покорении Эвереста или на пути к Северному и Южному полюсу, становились живописными произведениями уже в Москве. На экспозиции в Михайловском замке представлена часть его произведений. Всего их насчитывается больше трёх тысяч. Сейчас на этой выставке около 45 работ. Они все последнего цикла. У него есть влияние, если говорить профессионально о художнике Конюхов. Мы сейчас не затрагиваем его имя как путешественника. На него влияли разные художники, как на любого художника. Художник не может сам родиться и быть каким-то супериндивидуальным. Конюхов учился в Париже. Он профессиональный художник. Его учили профессиональные художники. У него есть, как бы сказать, свои любимые художники. И русские, и нерусские. Но особое влияние на него повлиял Рокел Кен, американский художник, и Святослав Рерий. Фёдор Конюхов на открытие выставки собственных работ попасть не смог. Сейчас путешественник идёт на весельной лодке к мысу Горн. Во время церемонии открытия отец Фёдор вышел на связь с гостями по спутниковому телефону и поблагодарил собравшихся за внимание к его творчеству. Давайте все похлопаем и дарим аплодисменты. Поздравляем! Поздравляем! И вас, Господи, как вы слышите! Вы слышите, как не вы слышите! Вернуться из нынешней экспедиции и увидеть свои картины автор планирует в мае. Выставка Фёдора Конюхова будет доступна для посещения в Михайловском замке до 10 июня.